Сегодня, когда я сюда шла, думаю, наверное, я увижу вот это волшебство, которое было у нас в детстве. Трудно в повседневной суете уловить новогоднее рождественское настроение, тогда вам в Одинцовский краеведческий музей, где гарантированы нежные воспоминания и свежие впечатления. Очень приятно открывать эту выставку, я ее очень люблю. Это наша ежегодная выставка, посвященная Новому году и Рождеству. Каждый раз мы ее стараемся сделать немножко по-новому. Факт участия в выставке художников, обладающих яркой индивидуальностью, определяет наличие работ разных по стилю и технике. Экспозиция родилась в творческих спорах и поисках. Я вот стала настаивать, чтобы работы были большие, для того, чтобы организовать это пространство, несмотря на то, что оно камерное, мое было видение, что камерное оно станет еще более уютным. Тон экспозиции задали декоративной работой Татьяны Листопад. С их золотом, ритмом, атмосферой ожидания зимнего волшебства. А зима, как известно, у нас разнообразна, потому пейзажи передают состояние природы от первого нежного снега до классической русской стужи. Замечательно, что написаны полотна в зимнегородских местах, где великий Александр Роу снимал свои бессмертные киносказки. Литировочная техника, несколько слоев. В киеве у нас появилась линогравюра, тоже такая немного новая для нас техника, опять же линогравюра, которая маленькая по формату, она изображает, что ценно уголок Одинцова, там вполне такое узнаваемое здание на заднем плане. У нас есть чудесная графика, изображающая совершенно сказочные сюжеты, где разнообразные лесные персонажи, и леший, и водяной, и какие-то звери, которые совершенно как в сказке. Это ощущение сказки предновогоднее, умиротворяющее, дарящее детское чувство защищенности, передает графические листы, изображающие атрибуты семейного праздника, где герои волшебные из книг, которые мы читали, прибегая после катания с огромных ледяных горок. Целый ряд произведений сообщает зрителю понятное и важное ощущение тепла родного дома, цветы на морозном окне, зритель как бы находится в комнате, его окутывает уют, аромат мандаринов, чувство покоя и тихорадости, которое понять может лишь живущий в холодном климате. В детство взрослого зрителя отсылают и сохраненные в музее ныне ценные атрибуты советского Нового года. Елочные, блестящие космонавты-летчики, отражающие эпоху, самодельные ватные фрукты и отряд Дед Морозов. Стойкое настроение семейного выходного дня гарантирует фотозона, в коей гость музея, укрытый пледом в уютном кресле и переливающейся елке, в предновогодней тишине остается наедине с любимой книгой. И эта выставка несет в себе позитивное такое теплое ощущение и как бы радует глаз вот этой своей нежностью и теплотой. Ну а если еще посетите новогодний рождественский мастер-класс, то эмоций праздника хватит до Старого Нового года. Ольга Винтер, телекомпания Одинцова.